всем привет меня зовут никита я тренер по продукт компании патриот сегодня мы с вами поговорим про электрические газонные косилки от нашей компании на примере одной из газонокосилок пт-2043 е электрические газонокосилки имеют ряд преимусь так например не требует закупки горюче-смазочных материалов не требует дополнительного обслуживания в виде замены масла свечей и так далее собственно говоря электрические газонокосилки гораздо легче чем бензиновые аналоги имеют более низкий уровень шума до 80 децибел но есть некоторые особенности эксплуатации нужен удлинитель и есть риск повреждения этого удлинителя во время работы также нельзя работать электрической газонокосилкой во время дождя или во время рассыпи у газонокосилок есть три режима кошения кошение в травосборник кошение с боковым выбросом и третий режим кошения это режим мульчирования в данном случае на нашей газонокосилке есть только два режима кошения это режим кошения в травосборник и второй режим это режим мульчирования для того чтобы активировать режим мульчирования на газонокосилке нам нужно только вставить специальную заглушку в выброс все режим мульчирования активирован мульчирование это Это измельчение травы в мелкую субстанцию, а также покрытие этой мелкой травой почвой. Это нужно для удобрения газона, для того, чтобы он рос более эффективно и был более красивым. Мультирование бывает не на всех газонокосилках, а только на мощных электрических и на мощных бензиновых газонокосилках. Всего у газонокосилок бывает два типа травосборников. Полностью сетчатые травосборники и пластиковые. У данной газонокосилки устанавливается полностью сетчатый травосборник. Он легкий, складывается, не занимает много места. У сетчатых травосборников основное преимущество то, что они хорошо продуваются и заполняются на 100%. Но есть риск повреждения этого травосборника, можно зацепиться за ветку и, соответственно, его порвать. У пластиковых травосборников есть основное преимущество. Их можно смело мыть мойкой высокого давления, не боясь повредить. Но у пластиковых травосборников хуже наполняемость, так как у него хуже продуваемость. А через вентиляционные отверстия очень часто может вылетать трава. В свою очередь у сетчатых травосборников вылетать трава не будет. У данной газонокосилки довольно-таки высокая мощность 2 кВт. И это позволяет ей без проблем справиться с такими задачами. Для удобства выбора газонокосилок, для того, чтобы это было более понятно, мы сделали маркировку следующим образом. Первые две цифры газонокосилки обозначают мощность. То есть 20. В данном случае означает мощность 2 кВт. Вторые две цифры означают ширину прокоса. То есть в данном случае 43. 43 см ширина прокоса данной газонокосилки. И это как следствие, чем больше мощность, тем больше ширина прокоса газонокосилки. У данной газонокосилки есть центральная регулировка высоты. Мы можем изменять ее высоту 75 мм до 25 мм. Это очень удобно. Некоторые бюджетные газонокосилки имеют отдельную регулировку на каждом колесе. И, соответственно, это будет занимать время. И, в принципе, это не очень удобно, так как нужен дополнительный инструмент. Хотелось бы отметить, что у этой газонокосилки большие колеса. Зачем это нужно? Чем больше колеса у газонокосилки, тем лучше она сможет работать на кочках и преодолевать какие-то препятствия. Существует некоторое ограничение по времени работы электрических газонокосилок. Дело в том, что электродвигатель, который устанавливается внутри, он сильно нагревается. И есть риск его перегрева и выхода из строя. Для того, чтобы этого не произошло, нужно соблюдать простые условия эксплуатации. Работать не более 20 минут. После работы у нас газонокосилка должна естественным образом остыть порядка 5-10 минут. Конечно, во время работы мы будем регулярно делать паузы для того, чтобы опустошить наш травосборник. В этот момент электродвигатель будет остывать. Но бывают некоторые пользователи, снимая травосборник, зацепляют вот эту крышку и ходят, выбрасывая траву наружу. В данном случае надо понимать, что действительно паузы нужно делать. Иначе есть риск перегрева электродвигателя и выход его из строя. Но не с данной газонокосилкой, потому что здесь есть термозащита, которая в случае перегрева электродвигателя разомкнет электрическую цепь и двигатель просто отключится. После каждого крышения мы рекомендуем очищать деку, вот эту пластиковую чашу, от налипшей внутрь травы. Пока она свежая, она будет легко отходить при помощи щетки какой-нибудь или того же веника. Мыть электрическую газонокосилку при помощи воды мы тоже не рекомендуем, поскольку здесь все-таки электродвигатель и есть риск короткого замыкания. Во время эксплуатации газонокосилок тупятся ножи. В данном случае мы не рекомендуем их точить самостоятельно, так как есть риск разбалансировки и как следствие выхода подшипников из строя. Мы рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры для квалифицированной заточки ножей или своевременной замены. Рукоятки у данной газонокосилки двухсоставные, они усилены, имеют крепление на барашковые гайки, соответственно, раскрепить их или отрегулировать под себя не займет много времени, а также не потребуется для этого дополнительный инструмент. Так как эта электрическая газонокосилка довольно-таки легкая, то здесь сверху есть рукоятка для того, чтобы ее удобно было переносить. У данной газонокосилки есть классное конструктивное решение. После того, как переднее колесо проехало и замяло траву, благодаря вот этим направляющим, трава поднимется и точно будет срезана ножом. Хочется еще также отметить, что эта газонокосилка очень красивая, это мое субъективное мнение. Может быть, вы будете со мной солидарны. Дело в том, что компания Патриот старается делать не только функциональные вещи, но и визуально очень приятные. Друзья, только что мы с вами поговорили про электрические газонокосилки. Спасибо большое вам за внимание. Желаю всем удачи и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok